мои хорошие вот так выглядит конфетница когда наполнено наполнено конечно все красиво хочется чай попить ссылочку обязательно оставлю под видео обязательно обязательно они дешевые сразу скажу для пластика все равно я считаю это дорого мои солнышки после видео о котором я рассказывал как я все успеваю там я говорил о том что я не глажу вещи просто я правильно вешаю после стирки и мне несколько человек спросили в личку правильно вешать это как я сейчас покажу как вешаю я не знаю как пишут другие вот я вешаю меня так сейчас покажу и после этого у меня вещи принципе бывают но не мяты покажу на балкон у меня там как раз вещи висят здесь у нас света нет я постараюсь сейчас она вискутка так вот смотрите например например вот кофточки свитера рубашки все вешаю на вешалку например вот эта вешалка она с одной стороны смотрит вперед такая изогнутая всегда вешаю что правильная вещь весела не как попала знаю людей которые как попала вешают задом наперед поэтому говорю но выходные вещи я всегда все глажу это не домашняя кофта поэтому ее все равно я буду гладить вот такие вот кофточки тоже вот которые могут форму потерять это дочина тоже конечно же на вешалке вот сыночка тоже на вешалке вот такие все вещи на вешалке свитера рубашки футболки тоже выходные на вешалке вот их футболочки все всегда выворачиваю на нужную мне сторону например вот не наизнанку вот с этой стороны потому что их вещи я буду гладить с этой стороны и вот края например у многих вещей например у тяжелых полотенец смотрите края мы загибаем под прищепку у детских вещей я не загибаю и не бывает изгиба такого не растягивается все аккуратно потом остается вот комбинезончики рукава все 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 выворачиваете наружу все аккуратно и потом когда вещь высохла аккуратно сложили она будет у вас как глаженная полотенце тоже вешаемся аккуратно вытряхнув хорошенечко все выровнив все края в принципе я все так вешаю здесь тоже салфетки там ай-яй-яй-яй-яй-яй салфетки тоже вот выровнив все края вешаете и после этого у вас вам вещи будет намного проще или прогладить если вы их гладите или вообще не гладить полотенце например я гладить не буду я их просто сложу и они у меня будут аккуратно сложены вот это конечно проглажу это тоже обдам паром вот эти свитерочки жигеточки футболки тоже проглажу потому что это кстати эти футболки подарила тете мы еще не одевали новые вот вот так короче я вешаю поделитесь пожалуйста своими секретами как вешаете вы чтобы потом облегчить себе глажку у него какой-то свой метод ползать устал солнышко ты устал убежала под диван что ли убежал я мама тебе ее достану тебе туда не надо залезать на молодец мужчина мужчина мамин молодец она схватила эту игрушку музыкальную она брата ее кстати отобрал а он все ползет и ползет теперь мне полумер за день по три по четыре раза протирать потому что нет нет их облизывает привет привет мои солнышки без власти 52 мои уснули только недавно массаж закончился у дочи где-то в 12 потом был парафинчик с парафином она не спит естественно потом ее накормила поигралась она еще и заснула сынуля тоже спит уложила их в отдельные комнаты потому что если один проснется 2 будет обычно просыпается первая она спит нами на челнышко так это глаженные вещи это вещи на глажку которые меня ждут то надо сложить убрать в кровать кстати в турции что очень удобно приподнимается матрас и внизу вот это вся все пространство кровати можно использовать как шкаф принципе как что мы и делаем спит спит мой мальчик вчера дочь одна спала здесь в комнате ночью и она это до половины десятого спала пока ее сама не разбудила полдесятого утром и разбудила что поесть вот так вот я посижу точнее полежу немножко отдохну приятное солнце но и что ты не кричишь значит так возмущалась нет она не хочет доедать играть и и заставляет доедать и она час не возмущалась здесь телефон естественно как как на змейку дудочка действует и чё где твое возмущение соли какая девочка какие глазки какие губки вытереть надо немножко и ничего такая сладкая девочка да да ты согласна да что это девочка сладкая ты самая вкусная вкусит ты себе нравишься да ты наверно так же любишь будешь любить себя как мама себя любит дай аллах чтоб так и было себя любить надо да солнышко все я убираю от тебя телефон а то ты так уставилась и молчишь молчишь не хочу я чтоб ты молчала а вот так у нас проходят не кстати последние дни я одному ребенка же с собой укладываю с нами точнее муж ребенок и следом я получается по середине ребенок спит или она бывает или сын бывает по очереди и получается так что я нормально лежать места нет ребенок же крутится ему нужно много места я встаю утром с больной поясницей поясница болит но очень себя плохо утром чувствую разбитая прям не выспусти разбитая да что это и этот я вспомнила про упражнение которое мне говорилось остеопат которыми я ходила махачкале я сейчас поругаю маме я сейчас поругаю тебя давай-ка доедай свою смесь давай сама держи и не выбрасывай бутылку и этот вспомнила про те упражнения он мне советовала их делать постоянно я делала конечно потом забросила и вот сейчас последние три дня утром как я встаю спина поясница болит и я нахожу где-то свободные пять минут делать эти упражнения как-нибудь я вам сниму там ничего сложного нет просто на растяжку и все потом я себя чувствую целый день спина чувствует себя прекрасного вчера утром например я встала поясница прям как будто вломилась на две части я сделаю эту растяжку и спокойно вчера в парке почти три часа пешочком с коляской я ходила я даже не чувствовала свой спин если не забуду как-нибудь сниму видео на об этом я бы очень хотела бы если вернусь получится поехать дагестан и этот остеопат приедет попасть к нему еще раз на прием откуда фокус девается вот так вот у меня кстати многие в личке спрашивают про него откуда он что он он из питера он не из дагестана не из кавказа он из питера приезжает махачкалу определенные дни когда у него бывает и тогда у него бывает прием прием у него стоил 4000 по моему ли 3 нет 4000 по моему стоил 10000 стоило у него три приема и сеансом берете опт ну да так получается так что так вот из не забуду сниму даже сейчас могу снять если дочь и не будет иметь мешать сейчас я поставлю секунду чуть-чуть будет кривить камера нет не могу вас вот получилось вроде первое упражнение ноги вот так вот вы должны сесть на ровное место желательно на пол ноги ровно спинка вот и как можно ниже опускаетесь и тянетесь к носочкам всем своим телом где-то минуту хотя бы это нужно сделать вот так вот на них и тянетесь тянетесь где-то минуту на держались но первый раз на на минуту не получится это первое упражнение второе одна нога под себя опять доела видите молодец нами на девочка умница сейчас мама закончил одна нога под себя сейчас секунду поменяю место камер так так даже лучше вот одна нога уходит под себя 2 вот так вот сели вы вот так и тянетесь всем своим корпусом вот где-то минуту тянетесь в эту сторону ты тоже хочешь доча то же самое в обратную сторону эту ногу под себя вот так и тянетесь в эту сторону него так не сгинаетесь себя ровно просто поворачиваете свой корпус в ту сторону это уже третье упражнение 2 точнее и еще одну садимся вот так это уже все знают и тоже корпус вперед доча хотя бы по минуте нужно каждое упражнение делать корпус вперед я вот так вот делаю где-то пять минут уходит у меня на все упражнения и потом моя спинка чувствует себя хорошо вот я надеюсь помогла вам вот что он мне советовал все выключаю камеру ты будешь что-нибудь говорить будешь нет у тебя нет слов да нет пока моя хорошая бай-бай-бай-бай